А так случилось, что в Украину я тоже приехала беженкой. У меня родители грузины. Я родилась в Грузии в 93-м году, и в 94-м началась война. И по тому же принципу, как я попала в Молдавию, так я попала и в Одессу. 24 февраля случилась беда. Хотя все говорили, у меня тетя работает на рынке, что стоит ожидать войны. В 5 утра нас разбудили два огромных взрыва. Просто было слышно конкретно. Хотя я живу в центре города, а взрывы были за городом в других районах. И самолеты очень прям низко летали. Мама позвонила, говорит, что вы спите, бегом-бегом поднимаетесь, война началась. Никакого осознания, никакой войны не было. Но потом пришлось нам это все осознать. Я даже хочу сказать, что я и приехала из-за этого страха в ее глазах сюда. Потому что успокоить я ее никак не могла. Она не спала вообще. Уже на второй день, где-то даже числа 27-28 после войны, не было практически никаких медикаментов. Были очередя под банкоматами. Люди скупали просто все, что можно. Готовились, конечно, сразу к самому страшному. Мы искали квартиру. И как бы пугало то, что нужно дома топить дровами. И как бы это сложно, где дрова, уголь доставать нужно. И так вот мы попали сюда. Мы здесь стали уже как одна большая семья. Спасибо огромное, правда, Молдавии. Спасибо огромное людям, организациям, которые беспокоятся о нас. Нас очень хорошо приняли. Очень добрые воспитатели. Спасибо им огромное. Нужно дать должное. Не было как-то разделения между детьми из Басарабянски и Украины. Все очень хорошо отнеслись, пытались нас поддержать, как могли. В троллейбусе мы столкнулись с критикой. Особенно мужчины такие, которые выросли в Советском Союзе. Они как бы, ну такое, обзывают нашего президента. Говорят, что мы будем как цыгане ходить без скала, без двора из-за нашего клоунского государства. Конечно, пытаемся не конфликтить, не влазить в какие-то раздоры, потому что мы тоже гости этой страны. Знаете, самая большая проблема, как-то благо есть, что и кушать. Садик мы пока как бы в состоянии ходить. Все страшно за медикаменты и за то, что можно домой не вернуться. Это просто больше всего как-то паникуешь от этого. Все хотят только домой. Никому не нужны никакие высокие выплаты, трудоустройства. Все мечтают попасть домой. Продолжение следует...